Я хотела начать нашу встречу с того, что вот мы назвали ее, тут написана живая афиша, музыка времени или время музыки. А как вы считаете, наше время, оно музыкально? Оно располагает к музыке? Ну, время всегда музыкальное, и наше не является исключением в этом плане. Другой вопрос, что мы должны сейчас очень внимательно сохранять и охранять великые традиции, которыми славится наша культура, культура русская, великая культура. Дело в том, что за последние годы, десятилетия, к сожалению, ушли из жизни многие замечательные слушатели. У нас была замечательная публика, люди, которые годами слушали классическую музыку, великих исполнителей, выдающиеся симфонические оркестры со своими дирижерами, приезжающие коллективы. И на протяжении многих лет даже у непрофессиональных слушателей вырабатывалось определенное уже чувство, определенные критерии, понимание музыки. К нам в страну, в молодую еще советскую страну, в конце 20-х годов стали приезжать выдающиеся исполнители из-за границы, из-за рубежа. Это были большие дирижеры, которые сотрудничали с нашими симфоническими оркестрами и дирижировали порой циклами всех симфоний Бетхориума, что было для нас достаточно ново, в молодой стране, в новой стране. И это закладывалось в замечательные традиции для слушательской аудитории. Почему я об этом говорю сейчас расширенно? Потому что на протяжении десятилетий эти люди стали действительно своеобразными специалистами, специалистами-слушателями, которые оценивали замечательно и безошибочно артистов. До недавнего времени, конечно, десятилетия все равно назад, в наших концертных залах, выдающихся концертных залах, большой зал Московской консерватории, большой зал Ленинградской бывшей филармонии, выступали действительно выдающиеся артисты. Это были, если так принято говорить, можно сказать, храмы музыки, которые допускали на свою сцену только избранных. Последние годы меня очень беспокоит и волнует тенденция, что, к сожалению, планка опускается, и опускается достаточно низко. Почему? Потому что я уже сказал, поколение слушателей, понимающих, сменились. К счастью, очень много молодых людей на последние годы стали интересоваться классической музыкой и посещать концерты. Но одно дело интересоваться, что очень отрадно и радостно, а другое дело, все-таки всегда аудиторию нужно вести за собой или воспитывать. То есть всегда выдающиеся личности, выдающиеся артисты тянули слушательскую аудиторию, которая доходила до высокого сопереживания и понятия в музыкальной сфере. В последнее время, ввиду того, что теперь сцены, наши выдающиеся великие сцены стали очень доступными, доступными практически каждому, сейчас все переждено. Но, к сожалению, в мир коммерции сейчас любой может все купить. Купить, арендовать любой концертный зал и предоставлять свое искусство с его сцены, которое не всегда бывает достойным, не всегда бывает на том уровне, на котором оно должно быть. А, соответственно, аудитория, не понимающая аудитория, не может выработать критерий какой-то, критерий понимания того, что происходит на сцене. Но это как, знаете, мы сейчас все находимся, к сожалению, в «эпоху ковида», это как, значит, невыработанный иммунитет после болезни, после прививки, не знаю чего. Так и это. Здесь молодая аудитория, она должна соприкасаться и иметь дело только с настоящим подлинным искусством. И подсознательно, подсознательно она будет расти. Вот меня это очень беспокоит в последнее время, потому что я действительно ощущаю, что планка опустилась и опускается. Мне очень хочется все-таки, чтобы эти традиции ни в коем случае не терялись, чтобы они не уменьшались. И я всем своим существом борюсь за это. Спасибо большое. И вы готовьте тоже, дорогие слушатели, свои вопросы. Ну а пока мы будем беседовать, и я буду задавать то, что мне казалось интересным всем послушать. Но поскольку сегодня мы все-таки говорим в первую очередь о Московском государственном академическом симфоническом оркестре, я хотела спросить Павла Леонидовича о том, вот когда вы пришли в 1989 году, правильно я? Да, да. Возглавили этот оркестр. Как вы его перестраивали? Приходилось ли это делать? Как меняли ли вы что-то? С какой программой, вот так скажем, вы пришли туда? Ну, оркестр Московский государственный академический симфонический имеет очень славную историю. Надо сказать, что оркестром в 1923 году исполняется в 80 лет. Если посчитать эти годы назад, то мы все видим, что оркестр был образован в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году, что, конечно, было невероятно. Еще не было понятно даже, чья возьмет, в какую сторону кто победил в этой страшной войне, а уже был создан, было принято решение о создании симфонического оркестра, который поначалу был создан как оркестр в Московской областной филармонии, потому что нужно было обслуживать и население области, и одновременно выступать в Москве тогда. И в это тяжелейшее время нашлись энтузиасты, нашлись музыканты, оркестр поначалу был небольшого состава, неполного состава, постепенно все разрастался. А возглавляли его выдающиеся деятели тех лет, основателем был дирижер Большого театра Лев Петрович Тейнберг, а затем была целая прияда выдающихся дирижеров, воспитателей, которые оркестр тянули на определенный уровень. А я уже сменил 32 года назад на посту легендарную женщину Бережоха, Веронику Туда, которая руководила этим оркестром, тоже, если я не ошибаюсь, около 30 лет, 28 или 29 лет, очень большой срок. И оркестр, конечно же, в то время, когда я уже пришел, это был полноценный симфонический коллектив, который выступал с сотнями концертов, с различными музыкантами и дирижерами выдающимися нашими. Оркестр набрали все. В Ведойствах, и Эмиль Гилельс, и Кондрашин, и Светланов, выдающиеся наши дирижеры. Ну, конечно, когда я пришел в 89-м году в оркестр, время было, многие из нас, конечно, помним это время, оно было переходным, оно было непростым, тогда уже. Но в тот момент, когда была линия взята на перестройку в стране, это отражалось, конечно, и в нашей деле тоже. Появились какие-то новые возможности, новые творческие возможности для этого. А потом, когда уже после 91-го года был определенно очень сложный период, не только этот наш оркестр, в общем-то, выживал во многом, а не был в такой благополучной какой-то ситуации. Это касалось практически всех коллективов тогда, но мы достаточно успешно прошли это очень сложное, трудное время. Я это говорю даже не голословно, потому что в 96-м, 97-м году уже, вроде бы, в скорости, оркестром был исполнен сложнейший и труднейший цикл всех произведений Густава Малина. Это все его симфонии, все его вокальные циклы, которые требуют огромного напряжения и сил от всего состава творческого оркестра и административного, для того, чтобы организовать все это. И вот мне даже сейчас, уже по прошествии стольких лет, я удивляюсь и поражаюсь, как можно было это все-таки сделать и провести такой... Но вы получили большую награду за государственное время, да? Ну, мы об этом не думали тогда. Да, понятно. Потому что нам нужно было воплотить это все в жизнь. Ну и дальше больше. За время моего сотрудничества с оркестром за все эти годы мы собрали сотни интереснейших программ. И у нас в России, по России, кстати, в 18-м году, к 75-летию оркестру, мы сделали огромное турне, тур от Москвы и до Южно-Востока, через всю Россию, посетив и крупные наши центры, города-миллионники, и более мелкие центры. Мне было так приятно, как нас встречала аудитория везде, невероятно тепло, потому что сейчас уже век интернета все стало настолько близко. Нас знают даже в тех местах в стране, где мы не могли даже предполагать, что нас там знают, нас там ждут, но тем не менее это было там. Ну и вот, а вообще, если говорить о нашем таком мировом, что ли, участии в мире в мировой процесс, то за эти годы, моего сотрудничества с оркестром, мы посетили около 60 стран мира, где мы были, где мы являли, в крупнейших ведущих залах этих стран. И вот сейчас нас прервало, к сожалению, вот это грустное событие, которое мы переживаем и по сей день, пандемия, этот момент, но все-таки сейчас, мне кажется, какой появился оптимизм, и опять началось планирование, планирование концертной деятельности. И я надеюсь, мы все надеемся, все-таки мы испытываем долю оптимизма, что все-таки эта машина запустится вновь. Мы сможем опять вернуться к нашей привычной деятельности. Я надеюсь, и себе, и вам, всем этого желаю, что мы все начнем наконец, понимаете, жить. Без этого, да. Нормально жить. Скорее всего так. Так что если вкратце говорить, вот такой аспект, или масштаб нашей. Скажите, пожалуйста, ну вот, наверное, как в любом оркестре у вас меняются музыканты, а по каким критериям вы принимаете музыкантов? Вот, прослушивание. На что вы обращаете внимание? На исполнительское мастерство, личные качества, интеллекты и так далее. Что для вас решающим является? Понимаете, в оркестре, конечно же, есть костяк. Костяк очень преданных артистов, музыкантов, которым очень дорог коллектив, и которые считают по справедливости его родным домом своим. И теперь, когда у нас появляются какие-то вакансии в коллективе, конечно же, мы стараемся совместно выбирать достойные людей. Потому что, если приходит коллектив артистов, которые не соответствуют определенным критериям, профессиональным и человеческим в том числе, это тормозит развитие, даже не развитие, а существование такого коллектива. И нам просто невозможно это потерпеть какое-то долгое время. И такое, если даже и происходит, то, как правило, такой человек не может долго задержать. Вынувается сам, да? Да, это происходит как-то даже каким-то таким, ну, скажем, естественным. Потому что я не припомню случая такого, когда мы выбираем из оркестра какого-то артиста с какими-то скандалами и что-то такого я даже не могу припомнить, потому что атмосфера творческая сама, ее стандарт, ее план, уровень, он достаточно высокий, и ему и ей надо садиться. Ну и, конечно, хочется поговорить о вашем репертуаре. Ну и в частности, начнем с того, что я хотела бы объявить всем присутствующим, что 29-го числа, 29-го сентября в концертном зале «Зарядье» Московский государственный академический симфонический оркестр будет исполнять произведения Рихарда Штрауса, в частности, «Метамархозы». Почему Штраус? Почему выбран сегодня Штраус? Расскажите. Я начну даже немножко раньше с вашего разрешения. Мы сейчас на днях открываем наш новый концертный сезон. Мой – это баклавия оркестра, 33-й. У оркестра – это 78-й. Еще в 23-м году нам 80-е, как я уже сказал, коллективы. И вот 10-го числа в концертном зале «Чайковского», здесь рядом, недалеко, мы открываем концертный сезон. Программа концерта следующая. В первом отделении избранные славянские танцы дворщика, во втором отделении избранные лингерские танцы брамса. Так было объявлено, так продавались абонементы. Потом уже после объявления данного концерта филармония обратилась ко мне с просьбой, чтобы повторить программу в концертном зале филармонии, называется «Филармония-2», он находится в Олимпийской деревне. 11-го числа, на следующий день. Я согласился это сделать, чтобы подряд были два концерта. 10-го концертном зале «Чайковского» и 11-го филармонии-2. И в афише, где указаны избранные танцы славянские, борщики и избранные лингерские танцы брамса, я потом подумал, почему тогда не сыграть все славянские танцы. И все лингерские танцы. Сыграть в одном концерте невозможно, потому что по времени только славянские танцы, которых 16, которые написаны под разным фокусом. 8 из них в сочинении номер 46 и 8 в сочинении 72. И только этих 16 танцев, это примерно 75 минут чистой музыки. Так что в одном отделении нереально сыграть в концерте. А в лингерских танцах брамса их целые 21. Тоже в одном отделении сыграть невозможно. И получилось так, что сложилась такая уникальная ситуация, при которой на протяжении двух вечеров, правда, в двух разных залах, принадлежащей одной филармонии нашей Московской, будут исполнены все славянские танцы брамса и все лингерские танцы брамса. Это достаточно редко, так я даже не припомню, чтобы было сыграно все вот к ряду одновременно. Это, что касается открытия сезона, сейчас 10 и 11. А 29-го, действительно, в Зале Заряде, в котором наш оркестр будет выступать впервые. Потому что наша основная концертная деятельность проходила всегда и проходит в Большом Зале Московской консерватории и в концертном Зале Нечайковского. Вот, значит, мы будем выступать в Зале Заряде, и в программе будет произведение Рикарда Штрауса. Программа построена, на мой взгляд, тоже очень необычно и очень интересно. Она в себя включает три изумительных и абсолютно разножанровых произведения. Мы начинаем программу с серенады молодого Рикарда Штрауса, который он написал в свои молодые годы, которая написана для 13 духовых инструментов. Только духовых инструментов. Это деревянные инструменты, 9 деревянных инструментов и 4 болтовые инструменты. Всё, 13. Это изумительного качества, небольшое произведение, идущее 10-11 минут, вот для такого духового ансамбля. Красивое, удивительное. После чего на сцене исполнители на духовых инструментах сменят, наоборот, струнные. Только струнные. Будет вспомнено знаменитое произведение Рикарда Штрауса «Метаморфозы», которое является его последним произведением в жизни. А Штраус пожил долгую, немалую жизнь. И уже блистал ещё в конце 19 века, как композитор, уже как дирижёр, а дожил до уже послевоенного времени. Пережил уже когда была послевоенная Германия, были зоны разделённые тогда. И Ориха Штраус, как и в своей молодости, он жил и работал в Мюнхене, собственно говоря, так он и под Мюнхеном и скончался уже в конце 40-х, после Великой Отечественной войны. И вот это произведение «Метаморфозы», это его последнее произведение мудрого, мудрейшего композитора и дирижёра, прожившего такую долгую жизнь. «Жизнь» написано для 23-х струнных инструментов. Каждый исполняет свою сольную партию. Вот на сцене будут артисты-оркестра, 23 струнных – это скрипачи, артисты, ученикисты и контрабасисты. И они будут играть это произведение после документа, после первого произведения 23 струнных санкестра. Это очень интересно. А во втором отделении концерта будет вспомнено одно из масштабнейших произведений Рихрета Штрауса и одно вообще из известнейших произведений в мировой синхронической литературе. неоромантическое произведение, очень яркое, под названием «Жизнь героя» для огромного состава синхронического оркестра. Тут уже играет полный состав. На сцене будет находиться намного больше ста языка в заряде. Вот такая вот будет программа. И «Жизнь героя» – это симфоническая поэма Рихрета Штрауса. Это его последняя симфоническая поэма, которую он написал. Написал, как известно, несколько симфонических поэм, известнейших. Вот завершил он написание этих симфонических поэм «Жизнь героя». Вот такая программа. Дорогие друзья, вот на этот потрясающий концерт Штрауса вам даже, может, не придется покупать билет, потому что тот из вас, кто сегодня купит любую книгу из выставленных вот около кассы – это книги, которые рекомендовал для прочтения нам Павел Леонидович, и книги о выдающихся музыкантах, о композиторах, о Хабахе, Рахманинове, о Майлере, о котором сегодня шла речь. Вот если любую книгу из этих вы покупаете, то становитесь участником розыгрыша билетов на тот концерт, о котором сейчас Павел Леонидович нам рассказывал. А кроме этого мы еще… Но тот, кто не выиграет билет, пусть не расстраивается, он выиграет скидки в книжный магазин «Москва». Уникальная скидка 20%, мы такой вообще не даем. Так что после того, как мы сейчас поговорим о музыке, то я вам советую быстренько подойти потом к этому стенду, выбрать книжку, купить ее, и мы закончим нашу встречу вот таким розыгрышем. Но о Павле Леонидовиче я все-таки не могу задавать этот вопрос или не задавать, но все-таки, наверное, абсолютное большинство сегодня пришедших знает, что Павел Леонидович вырос в семье гениальных музыкантов. И вот все-таки мне хотелось спросить про ваше детство. Это было давно, но все-таки как расти тогда родители с мировой славой, когда дяди любили, насколько поддерживали вас стремление к музыке? Наверное, поддерживали, естественно, но все-таки иногда слава родителей как-то давит на детей? Или это с вами другой случай? Ну, я скажу, что вообще это намного сложнее, чем если начинать свое образование музыкального с белого, с чистого листа. Потому что от тебя очень многого жду. Как-то раз была телевизионная передача, в которой я принимал участие вдвоем с Константином Райфовым, сын гениального Аркадия Райфи, он сам выдающийся руководитель театра, из польского телегона. И вот мы сошлись во мнении, абсолютно сошлись во мнении, что нам было сложно. У нас требовалось больше и ожидалось больше. И вот это всегда давило, это всегда было каким-то таким определенным подсознательным датом, что надо быть лучше, надо добиться каких-то максимально возможных результатов. Ну, это, конечно, дало и свой положительный какой-то эффект. Но поначалу, конечно, это было очень сложно. Установление. Установление. Когда уже, знаете, есть такое замечательное понятие, что первые пятьдесят лет работаешь на имя, а потом уже имя начинает работать на тебя. Ну, может быть, вот это как раз и стоит. Спасибо.